Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет обзор красивой кухни, которую человек сделал своими руками. В данном видео он вам расскажет о нюансах. Поехали! Здравствуйте! Меня зовут Вадим и я хочу сегодня вам представить проект кухни по индивидуальному заказу. Как говорится, театр начинается с вешалки. Наш ремонт начинался с проекта. Вот здесь на компьютере можно представить проект 3D, сделан в программе Pro100. Исходя из этого проекта, мы проектировали, планировали, делали и создавали нашу кухню, которую сейчас я вам представлю. Итак, данная кухня представлена из материалов фасада Galaxy матовый, фартук и столешница производства Эйгер, Галифакс Олова называется. Также здесь на кухне мы производили, создавали, скажем, под Галифакс Олова и столешницу, и планки в одном цвете. Здесь такое интересное решение, ручки, они сами при себе квадратные, но мы немножко их повернули на 45 градусов, у нас получился ромб, ромбовое. Вот, что как бы внесло в такой интересный, такой зиму, в интерьер наш. Вот, далее, шкафчики верхние. Что тут примечательно? Задней стенки нет, здесь просто окрашена сама стена. Вот, как мы видим, здесь у нас шина, также плинтус, который используется в полу, все очень легко и просто при необходимости закрывается, монтируется. И, как мы видим, что без задней стенки. Тоже такое хорошее решение, то есть нам не грозит ни кайтом, ни плесень, ни пыль, ни грязь, которая собирается за задней стенкой ТС-5. Так, фурнитура блюм, петли блюм с встроенным доводчиком. Один из ящиков представлен в виде витрины, стеклянная витрина, закаленное стекло, также здесь просверлены отверстия под такую же аналогичную ручку. В целях экономии, для того, чтобы использовать такие же петли с доводчиком, потому что с доводчиком петли, приклеящиеся на стекло, очень дорогие, было решено вставить спланочку, в которую вставились внутренние накладные петли с доводчиком. Таким образом у нас витрина закрывается тоже плавно, благодаря этим доводчикам. Вот, и все выглядит прекрасно. Также из закаленного стекла выполнены полки, которые здесь представлены, и из закаленного стекла выполнена панель над варочной поверхностью, что также является очень практичным при уборке, если попадут какие-то жирные пятна, капельки на стекло, а не на ДСП. Можно использовать химические растворы и все выбирать. Мойка была у нас встроенная, черного цвета, фирмы Франки, на две чаши. Напор воды у нас отрегулирован под температуру 38 градусов, каким образом, скажем, путем балансировки кранами. У нас вот два крана, один, второй, они балансируют, мы ими отбалансировали, нужна нам температура. И сейчас при открытии крана у нас, если мы смеситель не поворачиваем ни влево, ни вправо, у нас течет температура, нужная нам воды. Вот такое простое решение. Мусорка у нас на фасаде, что тоже очень удобно при выбрасывании мусорка, выбросил, закрыл. Тоже очень удобно, комфортно здесь этим пользоваться. Так, также и в нижних ящиках была использована фурнитура Блюм. Ну вот, мы видим верхний ящик, отделение из нижней ящики, тоже фирмы Блюм. С ящиком, тоже с поводочком, который также открывается, при необходимости поводок можно включаться. Тоже фурнитура Блюм. Так, корзины карго, по две корзины, слева и справа от духового шкафа. Вот, тоже хорошая вещь, удобная для хозяйки. В нижних ящиках у нас имеются такие контейнера большие, можно сказать, ведра, где тоже можно хранить различного рода. Ну что там, картошку, морковку, я не знаю, как это правильно сказать, что там хранить. Ну вот. Так, далее встроенный холодильник у нас идет. Встроенная розетка, что также очень удобно для хозяек при подключении бытовых приборов и работе с ней. Также у нас здесь вытяжка, вот, 90 сантиметров. Также очень важно, что петли, которые здесь установлены, они установлены с ограничителями. То есть я дальше не могу открыть, то есть у меня отсутствует удар о вытяжку, когда она, например, открыта. Или тогда открыт верхний, ящик тоже, она не достает. Вот, петли с ограничением. Вот, как и здесь уже, петли с ограничением, она не удаляется, не достает. Вот, это видим. Подсветка срабатывает, есть прикосновение, то есть проводим рукой, она включается и выключается. Это очень удобно, если, например, руки мокрые, провел, включил, работал. Такая существенная деталь, здесь использовался у нас вместо плинтуса уголок по всей длине столешницы. Также этот уголок имеет продолжение в этой части сбоку, вертикально, ну и внизу тоже. Все это защищено с рекламным уплотнителем. Также было использовано такое решение, если мы посмотрим сбоку, у нас появляются очень такие большие щели. Можно их закрыть тем же профилем. У нас оставался кофель, и мы решили таким вот образом сделать угловой ящик. Вот видите, здесь у нас опять же тот же профиль, когда оно закрывается, у нас все получается, щель гораздо меньше. Расстояние, ну, разменьшится то же самое и с другой стороны. Так, гораздо красивее. И лучше. Вот при установке фартуха и стены у нас немножко не хватило, вернее, осталось лишнее расстояние. И да, мы вставили еще одно ДСП, сделать такой вот переход в виде ступенек, что получилось достаточно красиво и оригинально. Это фотография советская на компьютере. При некоторой работе в фотошопе у нас получилась такая вот фотография здесь немножко бледна. Потом мы распечатали это фотоателье на оклейкой бумаги, и как это получилось в реальность с существом представителем. Дверька, на которой наклеена наше изображение, она открывается по тем нажатием. Далее плитка уложена. Мы видим, что она четко три плитки, то есть, где не обрезана, где заканчивается. Здесь зеркала, что визуально удлиняет стенку. Также подсветка есть и вечерняя типа, если. Вот. И обычный дневной свет. Все тоже сделано своими руками. Вставки различного рода. Вот эти тоже приводились из Польши, ставились. Здесь использовался уголок. Вот. Решил положить. Ну, и таким вот образом сделал туалет. Это по плитке. Мозаика приводилась из Польши. Вот такая у нас в Белоруссии, к сожалению, не нашел ничего похожего. Тоже делалось основание под углом. Каким вот, как это сказать, правильно? Радиусом. Радиусом, да. Вот под радиусом, под углом, извиняюсь. Под радиусом, но и потом выравнивалось. Наносился белый плиточный клей. Потому что при другом клее плитка имела бы оттенок серый, например. Вот. Поэтому на белый клей приклеилась данная мозаика. Это используется эпоксидная фуга, с которой работала очень хорошая фуга. Ну, и, соответственно, также ванна устанавливалась. Здесь использовался ламинат, на который белого цвета, на который также была наклеена данная плитка мозаика. Сейчас оно на магнитах. На магнитах. Вот в этой части. То есть, закрывается, защелкивается на магнитах. Основание, направляющие использовались две трубы. Вот одна труба для вешалок, крепления, в которое вставляется данная труба. Вот. Здесь направляющие для мебели, лагуна и на колесиках. Вот. Рельсы такие, на которых ездит наш фасад. Все очень хорошо, все очень легко и просто. Здесь также использовалась фурнитура блюмно-типона. Вот. Нажал, открылась. Вот. С подаводчиком. Вот. Также вставки из Мазаки были использованы. Вот. Патология в Сокартон. В принципе, вот что. Вот. Вот. коридор сделан со своими руками вот здесь есть о подкладке плитки гексагон выглядят в виде 100 шестигранники также опыт кладки плитки из декоративного камня также здесь была подобрана глубина при встраиваем зеркале и рамка такая вокруг уже все это сделано с ним благодаря вас за внимание если вам понравилось ставить ставьте лайки обращайтесь спрашивайте приходите консультируйтесь будем всегда рады помочь чему-то вас научить ничего научиться